Вдоль дороги десятки машин люди отпросились с работы, чтобы лично узнать о судьбе их населённого пункта. Жители Мосина против соседства с заводом. Инвестор намерен производить автоклавные газобетонные блоки. Глава областного центра Дмитрий Наумов выступает арбитром в этой непростой ситуации. Мосина – это Владимирский микрорайон, а сам участок под строительство находится на территории Суздальского района. Почему мы здесь и собрались? Для того, чтобы остановить, во-первых, процесс, чтобы не было незаконных каких-либо моментов, которые сейчас наблюдаются. Вопрос в другом. Как дальше развивать данную повестку? Или мы всё-таки здесь идём с заводом, или там ищем другие варианты. Наталья Зарецкая просит главу города помочь решить проблему. Она говорит, люди переехали в Мосина, чтобы жить подальше от городских магистралей и промзоны. Я продала дом, я продала дачу. Здесь я уже 4 года. Когда узнали, они в чате писали только одно слово. Я в шоке. Всё. Я говорю, потому что перечеркнули всё. И здоровье людей, и их деньги. Администрация Суздальского района заключила соглашение с Владимирским заводом инновационных материалов. Землю передали в аренду на 5 лет. Инвестор убеждает людей, производство экологически безопасное. Производство замкнутого цикла, то есть безотходное полностью. Все отходы в процессе производства возвращаются в обратный шлам бассейна. Ввод в эксплуатацию завода планируется во втором квартале 2025 года. Участок под строительство расчищен, большегрузы завезли материалы. Люди говорят, так они узнали о будущей стройке. Жители Мосина собрали более 3000 подписей, чтобы остановить процесс. Я вообще не против развития территории. Владимир, в принципе, развиваться должен. Давайте просто найдём этот завод, всё хорошо, и перенесём его в другое место, где он никому не будет мешать. Между тем, компания уже вложила серьёзные инвестиции, в том числе в геолого-разведку. Директор завода говорит, разработаны проекты планировки и санитарно-защитные зоны. Но документы не поступили в контролирующие органы и ведомства. С разрешением строительства предприятие в администрации Суздальского района не обращалось. При таких обстоятельствах ведение строительства незаконно. По данным фактам, Суздальского района прокуратуры, руководителю предприятия, а также главе администрации Суздальского района внесены представления. Жители переживают из-за состояния единственной дороги. Она нуждается в капремонте. Люди боятся, что грузовики добьют покрытие. Они все будут ездить по этой дороге, которой нет, и её вообще-то не будет. Они её всё разобьют. Это очень большой минус. По данным Владимирской мэрии, эту дорогу отремонтируют в следующем году. А со стороны Суздальского района появится новая трасса. Но всё это в будущем. А сегодня главный вопрос, что делать с инвестиционным проектом. Мы вместе с компанией по результатам нашей встречи рассмотрим все возможные варианты. Будет принято решение. Как уже сказал Дмитрий Викторович, мы с троём сядем, посмотрим. Действительно, с 2013 года, когда этот участок земельный был переведён в зону П-7, очень многое изменилось. Сейчас на стройплощадке только игрушечные большегрузы. Завоз материалов на участок рядом с Мосина прекращён. Ирина Начарова и Дмитрий Шаталов.